Доброе утро еще раз. Кто к нам присоединился и пишет, нас не слышно. Я думаю, сейчас все уже начинаем работать. Да, ну все видно, да? Все работает. Хорошо, ну у нас немножечко одна минуточка. Вы знаете, что сегодняшний день издательство «Просвещение» посвятило учителям иностранных языков. И сегодня очень плотный график, то есть очень много выступающих. Конечно, издательство разместит вебинары, в записи они будут все размещены, поэтому вы посмотрите на сайте издательства, что сегодня предлагается, посмотрите, к чему вы можете еще подключиться. И, конечно, если вы что-то там не посмотрите в прямом эфире, то, конечно, вы с этим можете потом ознакомиться в записи. То есть издательство всегда выкладывает вебинары, и вы их можете потом пересмотреть. Даже если что-то не посмотрели сейчас, то есть можете посмотреть потом в записи. Ну, а сегодня, да, мы начинаем работу, мы начинаем первый вебинар. Я сегодня начинаю, начинающий я, да? И у нас посвящен вебинар умением читать. То есть сегодня вообще день, методический день учителя иностранного языка посвящен вебинар посвящен оценке предметных умений. То есть как оценивать предметные умения на уроках, на тестах, да, на уроках разных-разных жанров, разных позиций. И первый мой вебинар посвящен оценке динамики развития умения читать на уроках английского языка. Но преподаватели других языков тоже могут посмотреть этот вебинар, потому что вы понимаете, что мы не будем уходить вглубь, мы не будем выполнять задания, нет у нас такого количества времени. Мы познакомимся, как можно оценить умение читать, исходя из существующих норм, исходя из позиций, исходя из необходимости сегодняшних реалий. Зачем нам нужно оценивать умение читать? Зачем нам нужно уметь читать? Ну, помните стихотворение, да, как хорошо уметь читать? Оно применимо естественно и к родному языку, и, конечно, к иностранному языку. И вы знаете, что есть такое тестирование учащихся. PISA – Program for International Student Assessment. То есть читательская грамотность по PISA оценивается у нас по разным уровням. То есть у нас существует три уровня читательской грамотности. Это первый уровень. С опорой на текст мы должны найти и извлечь информацию. Второй уровень – это мы интегрируем и интерпретируем информацию. И третий уровень – мы должны выйти на осмысливание и оценивание сообщения. То есть мы оцениваем это сообщение, и мы оцениваем форму текста. Это читательская грамотность по PISA. У нас есть много в России ученых, которые занимаются читательской грамотностью. Конечно, вам знакомы такие фамилии, как Сукерман Галина Анатольевна, такая фамилия, как Ковалева Галина Сергеевна. Они вам многое говорят. Я думаю, вы это все слышали, вы понимаете. И если мы посмотрим, то есть это читательская грамотность на русском языке. Но, естественно, читательская грамотность – это универсальное умение. И мы должны учить учащихся на наших уроках, на уроках иностранного языка, тоже обладевать читательской грамотностью. И если вы посмотрите вот эту схему, то вы понимаете, что существует… вот о чем я вам говорила. То есть читательская грамотность делится как бы на два аспекта. Видите, таких две линии. Когда мы опираемся на текст, вы понимаете, что этот уровень достаточно достижим. И опора на внетекстовое знание, то есть уже более высокий уровень. С опорой на текст мы извлекаем информацию, мы ее интерпретируем. С опорой на внетекстовое знание мы уже можем оценить эту информацию. И все это мы должны учить. Уровни, естественно, они движутся от более низкого, от уровня номер один, до уровня номер два. И к третьему уровню мы должны тоже подводить своих учащихся. Мы как преподаватели иностранного языка. А в чем же возникает трудность? То есть все вот эти три уровня, которые мы говорили, потом вы можете посмотреть презентацию, она уже во вкладочке лежит. Вы можете ее взять уже и скачать потом себе или сейчас даже. То есть когда мы ищем и извлекаем информацию, влияют, возникают следующие трудности. И эти трудности, они на каждом уровне своего рода трудности. То есть какие трудности в поиске и извлечении информации. Это число единиц информации, которые нужно найти. Это объем единиц информации, между которыми нужно сделать выбор. Это объем и сложность текста. То есть упражнения, задания всех трех уровней, они присутствуют на каждом этапе обучения. Но на начальной школе, наверное, на третий уровень мы не выходим. Но на первый, второй, я вам сейчас проиллюстрирую, мы можем выйти. И вот эти все три уровня, они присутствуют. Но на каждом уровне, естественно, задания будут отличаться. И мы не можем сказать, что если мы научили извлекать информацию в четвертом классе, то ребенок уже научился ее извлекать. И он прекрасно с ней справится в десятом-одиннадцатом классе. Потому что вы все знаете исследование ПИЗа, которое, если вы луку на курсе держите, или я вам сейчас скажу, то есть школьники наши, когда они в начальной школе сдают тесты ПИРЛС, ну мы говорим про родной язык, потому что это международное тестирование, оно, естественно, на родном языке, они читают очень хорошо. Но потом это умение читать у них куда-то пропадает. То есть когда тестируют учеников на уровне ПИЗа, это 15-летние учащиеся, они уже гораздо хуже читают. То есть они умели читать в начальной школе, а потом они теряют эти навыки. А почему? Ну в начальной школе они же научились уже извлекать информацию, они научили поднимать основное содержание. А потому что не все так просто. Каждый уровень, он, вот эти трудности, они возникают на каждом уровне. И если посмотрите, вот пример из пятого класса, то есть вы видите, что? Если мы посмотрим по количеству единиц информации, которые нужно найти, нужно 4 вопроса. Ответить на 4 вопроса. А если мы посмотрим уровень 11 класса, то там уже 7 вопросов по тексту. Если мы посмотрим объем единиц информации, между которыми нужно сделать выбор, на уровне пятого класса это 2 единицы, видите, A и B нужно выбрать. А на уровне 11 класса, это классика, это уже 4 у нас. A, B, C, D нужно сделать выбор между 4 единицами. И, конечно, объем и сложность текста. Конечно, в 11 классе мы не читаем текст уровня пятого класса. То есть, видите, весь текст уместился вот на этот вот кусочек, который представлен. В 11 классе, естественно, я не могу вам его сюда весь втистать, надо было дать шрифтом, что вообще не разглядеть. То есть, вы представляете размер текста, который существует уже на уровне старшей школы. Если мы посмотрим на следующий этап, то есть, когда мы интерпретируем информацию, какие же здесь трудности возникают? Между число единиц информации, которую нужно связать, тип связи между единицами информации, которую нужно установить. И необходимо сделать выбор между единицами информации. Ну, и, как всегда, конечно, это характер текста. Длина, абстрактность, предмет обсуждения, знакомый или незнакомый. Вот, например, опять пример из 6 класса. То есть, вы понимаете, это основная школа, но самое начало. Опять же, один текстик. Нужно связать один текстик с одним заголовком. То есть, понять тему, о чем эта статья. И если мы посмотрим на пример из 9 класса, где нам нужно прочитать 4 текста ABCD, видите, в задании, и связать 9 вопросов, которые, ответы на которых находятся в этих текстах. При этом выбор между единицами информации. В 6 классе один текст, к нему один заголовок. В 9 классе 4 текста и 9 вопросов, которые перекрестны между этими текстами. Notable matching. Знаете, такой тип задания. Конечно, опять же, длина. Вы видите размер в 6 классе, вы видите размер, понимаете, что это только один текст, и то обрезанный, да, показан. 4 текста достаточного объема. Больше, чем один текст в 6 классе. Дальше мы переходим на следующий уровень. Осмысление оценки информации. Опять же, этот уровень, он присутствует на каждом этапе. Но сравнить легче, чем строить предположение. Какой нужен тип нетекстового знания? То есть вы понимаете, что мы оцениваем информацию, исходя из личностного опыта. И может быть житейское знание, то есть всем знакомое. А может быть специализированное знание. Размеры, абстрактность текста, то есть никто не отменяет. Опять же, посмотрим, например, 5 класса, где нам нужно заполнить пропуски предложениями. И у нас 3 пропуска, 4 позиции, которые мы должны заполнить. Текст, видите, да, про день рождения или празднование. Welcome home cake. То есть достаточно понятный учащимся. Если вы посмотрите, например, из 11 класса, то, взглядываясь, вы поймете. Видите, Нобелевский лауреат по физике, то есть текст о ученом физике. И здесь уже, конечно, нужно, по-моему, специализированное знание, то есть человек, который открыл радиоволны, то есть это уже знание, которое нужно обладать уже более, ну, нежитейского характера, естественно. То есть эти вот... Понятно, что текст выходит на гораздо более сложный уровень. При этом еще вы помните, что дети должны уметь читать сплошные и несплошные тексты. И опять же, здесь свои трудности. Ну, у сплошного текста они достаточно понятны. Это размер, это четкость структуры, это связь отдельных частей с общей темой. Ну, и, естественно, если у нас есть абзацы, если у нас есть подзаголовки, они, конечно, тоже структурируют текст и облегчают понимание. Если текст не сплошной, то, конечно, если он большой, гораздо сложнее в нем находить связи. Также у нас могут быть какие-то типа связи. Это простые списки или сложно организованные реестры. Форматирование этих частей. Ну, и, естественно, если нам задают информацию найти в самом тексте, а может быть, это где-то в сноске находится, то это дополнительная трудность для учащихся. А зачем это все нужно, преодолевать эти трудности? Зачем? Может быть, вообще это никому не нужно? Ну, конечно, вы понимаете, что та же функциональная грамотность, то же смысловое чтение, это откуда-то не возникшая эпиза, это не то, что вот пришло и к нам оно пришло. У нас давно это все было. Вы знаете, выдающийся психолога Леонтьева, который говорил, что функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. А вот если дети, они теряют это умение на уровне основной школы и теряют на уровне старшей школы, то вы понимаете, что из школы выходят граждане неграмотные. Неграмотные, элементарно неграмотные. То есть они могут, конечно, прочитать на уровне первом какое-то там, я даже знаю, объявление, да, рыба. Но они не могут связать эти знания и получить то, чтобы они жизненную какую-то задачу решили. А вы понимаете, что текстовка, она окружает нас по жизни везде. И иностранный язык тоже детям нужно обязательно вот эти знания, овладевать этими знаниями. И если мы посмотрим, то есть мы с вами смотрели на ПИЗО, интернациональные исследования. Но если мы посмотрим на наши родные документы, это федеральный государственный образовательный стандарт, начального общего образования или основного общего образования, то вы видите, что в предметных результатах мы должны научить достичь вот эти предметные результаты в разных видах речевой деятельности. Ну, мы сейчас с вами говорим о чтении, мы видим, что вот эти умения мы должны достичь, то есть дети должны уметь читать про себя, понимать основное содержание, извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию. А на уровне, видите, уже основной школы, конечно, появляется и полное понимание содержания. И вот эти несплошные тексты, о чем я вам уже говорила по ПИЗе, они, естественно, есть и в нашем стандарте. Они должны уметь понимать и читать таблицы, схемы и диаграммы на уровне основной школы и понимать представленную информацию. И если мы с вами посмотрим по ступеням, чего мы должны достигать, что мы должны оценивать в чтении, то вы увидите, вот он размер текста, о чем я вам говорила, сложность возникает. Второй класс 60 слов, четвертый класс 80 слов. Про себя читать 80 слов, 120, 160 слов. И, конечно, вот они умения, вы видите, как они расширяются. То есть основное содержание, видите, с опорой, если у нас там что-то там, да, с пониманием запрашенной информации, с опорой на иллюстрации. А в третьем классе уже и без опоры на иллюстрации. А в четвертом классе уже и прогнозировать содержание текста на основе заголовка. И уже, видите, появляются, о чем мы уже с вами видели, когда мы сравнивали начальную школу и основную школу. То есть на уровне четвертого класса мы уже должны учить учащихся читать не сплошные тексты. И должны уже учащихся понимать представленную информацию. Выходим на уровень основной школы. Ну, мы будем тут быстро как бы смотреть. Видите, опять же, понятно, что у нас, видите, текст появляется уже быстрее, шаги нарастают. 200 слов, уже 300 слов в шестом классе текст может быть. Ну, понимание, видите, оно есть. Запрашиваем информацию, таблицы. Если мы перейдем от шестого к седьмому классу, видите, 300-350 слов. И, видите, уже появляется полное и точное понимание информации. То есть вот это, это уже должно быть обязательно. Если в шестом классе можно задание, ну, какие-то тоже должны подводить мы учащихся к пониманию, полного и точного понимания прочитанного, то в седьмом классе обязательно уже все учащиеся должны уметь читать с полным пониманием. А к девятому классу, вы видите, уже тексты вообще большие, 500 слов. И уже, видите, мы выходим на уровень. Тот третий, который у нас в ПИЗе, то есть мы уже не просто понимаем содержание, а уже на уровне основной школы учащиеся должны уметь обобщать и оценивать полученную информацию. То есть чтобы учащиеся на уровне ПИЗы выполняли задания на родном языке, они, естественно, это тоже должны достигать и на родном языке. Но мы, так как вы помните, что вообще-то смысловое чтение, кто в стандарт смотрел, это уже является метапредметным явлением. Но метапредметными результатами достигается смысловое чтение, метапредметный результат, который на всех предметах должен быть задействован. Но помните же, метапредметные результаты, они складываются из предметных, то есть на каком-то предмете он является основным. То есть вот для нас это смысловое чтение, как для гуманитариев, это является предметным результатом. То есть мы, обучая учащихся читать с основным, с запрашиваемой информацией, с обобщением, с полным пониманием прочитанного, мы готовим учащихся и к жизни, и к ПИЗе, и к дальнейшему функционированию по жизни. И если мы посмотрим на уровни Совета Европы, вы тоже с ними знакомы, то вы помните, что мы должны учащихся довести до уровня B1. На уровне основной школы это А2, но с удовольствием на шаг небольшой, B1 это очень хорошо. И на уровне старшей школы на уровень B2, B1, B2, обязательно. Потому что это даже мы выходим на эти уровни не просто, например, как учителя могут сказать, ну да, это там для профильной школы, нет, это для основной школы. Потому что учащиеся, иностранный язык у нас в институтах и в техникумах нигде не отменяется, он там преподается. И учащиеся, вроде бы как бы из негуманитарных классов, они выходят на, приходят в институт, в техникум, но если мы их не научим на уровне школы читать, на этих уровнях, то преподаватели очень, 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 они не могут оттолкнуться, но особенно в институтах, жалуются, что учащиеся приходят даже не с уровнем А1, а вообще с минусом. И очень сложно работать с этими учащихся. Естественно, вы помните, это функциональная грамотность, там идут уже и какие-то задания, уже пошла своеобразная лексика и уже своеобразные тексты технические, в которых тоже нужно уметь ориентироваться. То есть мы должны уметь понимать, и вы видите, с чем они, что мы должны понимать. Мы должны понимать тексты на уровне Б1. Понятно, что на уровне окружающей действительности или относящейся к нашей сфере деятельности. Описание событий, чувства обязательно, желания какие-то высказывают люди в письмах личностного характера. Но на уровне Б2, а мы должны к нему стремиться в старшей школе, это уже, видите, статьи, потому что мы готовим к жизни уже какие-то доклады на современные проблемы. Может быть, даже уже какие-то, да, у нас и точки зрения там высказываются. И, естественно, даже, видите, мы понимаем литературную прозу. Должны уже выходить на этот уровень, потому что мы должны выпускать грамотных, грамотных учащихся. И вот мы посмотрим, как же это интерпретируется в учебниках. Начиная с начальной школы, но я взяла учебник четвертого класса уже, потому что у нас же здесь уже идет на уровень, помните, достаточно такое понимание. Что у нас? По ГОСу мы должны понимать основное содержание, извлекать запрашиваемую информацию. Вот на этом мы работаем. Потому что мы не можем оценить, мы не можем дать сразу тест, чтобы оценить этот уровень, если мы не будем этому учить. То есть вы понимаете, обучение первично, тестирование вторично. Вот мы его оцениваем. Что же у нас здесь есть? Что мы здесь над чем работаем? На уровне А1, А2. То есть это простые извлечения из простых текстов, простой информации, конечно, эксплицитной. Видите, у нас и картиночки здесь. Помните, что нам стандарт говорит, мы извлекаем с опорой, мы можем смотреть на картинки что-то, часть какую-то, что-то без картинок. Пиза – это первый уровень. Общее понимание, поиск информации, понимание основной идеи. Второй пример. Опять же, видите, то есть уже тут картиночек нет, мы смотрим, мы извлекаем запрашиваем информацию, что было интересного о доме Макса. Что там было такого. То есть простое извлечение информации. Понимаем основную идею, извлекаем информацию. Но это не заканчивается упражнением. Идет еще упражнение номер 4, которое мы можем уже детально интерпретировать. То есть мы смотрим, какие слова можно использовать, чтобы оценить, описать комнату Макса и комнату Фуберта. То есть мы уже, видите, у нас идет сравнение. То есть мы извлекаем и сравниваем. И уже мы оцениваем. Мы даже выходим на уровень 2. Конечно, это упражнение у нас повышенного уровня. Не все учащиеся могут достичь этого уровня. Но вы понимаете, что вообще, если мы будем говорить о функциональной грамотности, об умении читать, читательской грамотности, то существует 6 уровней. Глобально 6 уровней читательской грамотности. Это не в школе, это вообще по жизни. Но на 6 уровень, если когда оценивают ПИЗа, то ведущие страны, на 6 уровень дети выходят, по-моему, около 4% детей. 4% детей выходят на этот 6 уровень. Но я думаю, те, которые вышли дети на 6 уровень, такие 4%, скорее всего, они так и взрослыми будут составлять вот эту позицию. Взрослых не оценивают. Но чему он учился в школе, с тем ты дальше пойдешь с багажом. Как ты научился, так ты будешь действовать. А наши школьники только в размере 0,3%, то есть меньше процента, выходят на этот 6 уровень. То есть это уровень, когда человек свободно читает, ориентируется, умеет все читать. А откуда у нас вот эта грамотность, 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 сейчас постоянно звучат слова? Потому что финансовая грамотность, потому что у нас большое количество населения не может читать ни договоры, ни какую-то информацию, не знает, где ее найти, как ее интерпретировать и как ее использовать для жизни в обществе. То есть мы на себя берем вот эту миссию учить. Учитель, он учит, он обязательно вот этой миссией его выполняет. То есть, видите, мы на уровне уже начальной школы, мы уже выходим на оценочное суждение. Мы можем выйти уже на этот уровень. И если мы посмотрим уже на уровень пятого класса, ну, конечно, видите, пятый класс, опять немножечко откат идет. Новая школа, новый уровень, учащиеся переходят. Конечно, задания должны быть более простые сначала. То есть мы опять же, ну, вы помните, вы потом посмотрите еще раз презентацию, вы помните первый уровень. Это не значит, что мы стоим на месте. Вы помните трудности первого уровня. То есть это объем текста, это количество единиц информации, которые нужно извлечь, которые нужно связать и так далее. То есть первый уровень на уровне пятого класса, это не тот первый уровень, который, например, у нас в третьем классе, не тот первый уровень, который у нас будет в десятом классе. Вот мы смотрим с вами. То есть я вам сейчас показываю примеры из учебников разного класса, и вы можете оценить объем, то есть информацию считываете со слайда. То есть какое количество нужно выбрать. То есть вы видите, опять же, только один заголовок нам нужно выбрать из трех. И все. А уже когда на следующий уровень переходим, вот мы извлекаем основное содержание, понимаем основную идею, работаем на европейских уровнях А1, А2, то есть видите, мы уже извлекаем численную, то есть видите, интерпретируем ее даже на какой-то степени. Мы понимаем связь, уже она в другом стиле, эта информация представлена, уже можно сказать имплицитно. То есть мы ее вытаскиваем, мы сравниваем, что было в это время, что было в это время, что происходит. То есть видите, уже повышается этот уровень. И опять же, видите, на уровне шестого класса уже не сплошные тексты. Помните, мы говорили о трудности? То есть нам нужно найти информацию, ответить на вопросы. В принципе, мы ищем информацию. Сначала понимаем основную идею, потом мы ищем конкретную информацию, извлекаем. Но помните трудности? То есть что-то в тексте, а что-то мы должны глазами пробегать по заголовкам и понимать, в какой же сносочке мы можем найти эту информацию. Потому что мы же не будем сидеть на этом тексте два часа. У нас же почему? У нас же ограниченное время. Вот. То есть и это мы развиваем, и это, да, мы этому учим, и это мы можем оценить потом. Опять же, на седьмой класс переходим. И дети уже уходим на оценочное суждение. То есть прочитав текст, извлек, когда мы извлекли информацию, нашли, поняли основную идею, запрашиваем информацию, извлекли. Видите, уже опять упражнение у нас с восклицательным знаком. Оценивание. То есть интерпретируем текст, исходя из его собственного опыта. То есть текст про то, что можно сделать за 15 минут для своего окружения, для своего комьюнити. И вопрос, а что ты можешь сделать для своего микрорайона, для своего села, для своей улицы? Что ты можешь сделать такого полезного, такого хорошего, опираясь на данную информацию? Опять же, когда мы понимаем и оцениваем суждение, видите, уже даже мы в упор уходим на уровень B1 даже задания, потому что мы должны понять авторскую задумку, прилагательные и наречия, которые использовал автор. Обратите внимание, мы работаем с тремя текстами. Один из текстов – это личное высказание. Помните там B1, где у нас уже авторские отношения, авторская точка зрения – это не энциклопедия, это именно что-то из энциклопедии, что-то там у нас из гида, да, а что-то у нас авторское. То есть художественный текст, авторское восприятие одного и того же места. И мы понимаем авторскую задумку, то есть мы выходим на уровень, как помните, в литературе у нас есть задание, как описывает автор. А вот здесь мы у нас, да, тоже мы обращаем на это внимание, а почему автор использовал вот эти прилагательные, а для чего он их использовал. То есть это и есть вот это понимание и выход на оценочное суждение. Или вот у нас, да, тоже опять же детальное понимание, интерпретация информации, даже у нас здесь вот графическое изображение, мы понимаем, и тоже мы, видите, выходим уже, можем выйти на уровень B1. Видите, старший класс и старший мы выходим. Хотя вот тут, видите, пока еще мы по двум уровням. Или вот уровень девятого класса. Видите, вы здесь вот такой прозрачные цифры, то есть что они показывают? Один, два, три. Это то, что мы работаем с тремя текстами. То есть умение работать. Помните, у нас количество единиц, которые мы должны связать. Это трудность, когда мы извлекаем информацию. Мы работаем с тремя текстами. Мы работаем с тремя текстами, мы работаем с несплошным заполнением информации табличным. То есть вот это перекрестное чтение, оно очень-очень развивает учащихся. Конечно, мы этому должны научить, чтобы ребенок вышел на определенный уровень. Старшая школа. Опять, помните, в начале каждой ступени мы возвращаемся немножечко от кадра. У нас цикличное всегда, круговое такое развитие. Да, мы смотрим. То есть мы ищем информацию, опять же, учимся искать и извлекать. Но, конечно, мы уже гораздо быстрее с этим справляемся. И вы видите, мы уже уходим на третий уровень. На третий уровень мы уже стабильно должны выходить на уровне старшей школы. Если на уровне основной школы это у нас как бы включение такое частичное, то на уровне старшей школы обязательно это все у нас присутствует и обязательно мы должны выходить. Как это выглядит? То есть мы читаем тексты, и видите, у нас руку, посвящен чтению. Мы читаем тексты с пониманием основного содержания. Понимаем основную идею. А потом мы выходим уже за рамки текста. То есть мы интерпретируем, и мы выходим уже за рамки текста. Пока еще без привлечения дополнительной информации. Пока еще мы обобщаем, мы оцениваем эту информацию, привлекая собственные знания. Да, видите, мы завершаем, мы говорим о катастрофах до природного характера, которые мы можем увидеть в своей родной стране, которые могут случиться. Они, как вы понимаете, если у нас здесь люди из Владивостока, у которых, может быть, у нас вряд ли они есть, у них света нет. То есть вот они, катастрофы, которые не техногенные, которые природные, которые существуют, нас окружают в каждом свои. И вот это мы должны именно использовать, потому что мы готовим грамотных людей, читательски грамотных людей, которые могут справляться с жизненной ситуацией и со всем этим. Опять же, 11 класс. Вы видите, все три уровня присутствуют. То есть мы работаем на всех трех уровнях. Мы понимаем, мы извлекаем, мы интерпретируем полно и точно, обобщаем и оцениваем. И видите, у нас опять же все три уровня европейские должны присутствовать уже, потому что вы помните, B1 у нас. Мы должны выпустить учащихся, которые владеют чтением, ну, любыми. Я просто про чтение сейчас говорю, да, про предметные результаты. Мы их достигаем на уровне B1. То есть мы свои знания привлекаем и применяем. То есть прочитали отрывочек из «Машины времени» и понимаем, а как, да, знание науки помогает нам читать Science Fiction Literature. И вопрос, да, ты читаешь, а какие же, да, истории тебя больше всего впечатлили? То есть и к личному опыту учащихся мы обращаемся. И, конечно, мы можем даже выйти именно, что вот на уровень, да, такой, когда мы работаем, да, уже, помните, со специализированными текстами, то есть не просто с житейскими знаниями, а уже вот эти уровни более специализированы, потому что мы должны уметь читать, помните, на этих уровнях, то есть на уровне B1 мы понимаем уже за духу автора. И мы читаем, мы сравниваем двух учёных, Гилберта и Галилео Галилея, и мы должны даже вот здесь понимать, хотя всё там достаточно понятно изложено, текст научного характера, научно-публицистический, то есть к какому течению они принадлежали, рационализм или эмпиризм. Но вы помните, этот учебник, да, 11 класс, он предназначен для учащихся общеобразовательной школы, а это о чём говорит? То есть по нему учатся, как мы говорим, физики, не лирики. Лирики учатся по гуманитарным учебникам, то есть по углублёнке, по профилю, а это учебник для физиков, но им должно быть интересно, то есть они вот как раз свои специализированные знания здесь увидят. И вот эти физики, которые потом пойдут в физтех, в МФТИ, в МФИ, они должны уже, чтобы потом были вам благодарны, преподаватели, да, физтеха, они должны уметь вот это всё извлекать, вот эту информацию, уже специализированную, и использовать её, да, для своей дальнейшей жизни, для дальнейшего обучения и так далее. И вот вы видите, то есть как мы учим их, как полно и точно понимать прочитанное. Потому что у нас, как у учителей, у нас это развито, но мы с вами в институтах учились, мы этому, может быть, у нас это на уровне уже подсознания, вот эти всё умения, как понимать прочитанное, как использовать контекстуальную догадку. А детям нужно показать, им нужно научить этому, то есть как извлекать, как мы понимаем слова, а мы их понимаем по синонимам, мы их понимаем по антониам, мы их понимаем по описанию, которое существует в тексте, то есть мы не переводим все слова, но мы ищем те опоры в тексте, и мы учим детей находить вот эти опоры в тексте, которые можно использовать для понимания. Потому что очень часто дети, ну, очень часто, они не владеют этим умением, а мы должны этому научить, потому что всё это, ну, оно, конечно, это мы не контролируем, но это те вехи, которые помогают нам выйти вот на этот уровень полного и точного понимания прочитанного. С этим мы должны обязательно работать. И приступаем к оценке, то есть чему мы научили. И у нас очень хорошо, когда в УМК есть вот такие табличечки, табличечки, которые самооценочные. Ну, вы помните, как работать, кто работает по нашему УМК, вы помните, как с ними работать, то есть ребёнок оценивает себя сам, но учитель смотрит, как ребёнок оценил. То есть и он смотрит, ну, как бы свою дают оценку, то есть ребёнок может сравнить потом, именно получить ответ от учителя, ответную реакцию, правильно ли он себя оценил. Но дети достаточно объективно, то есть в большинстве случаев дети объективно себя оценивают, то есть они понимают, что они могут, чего они достигли. И так как вот эти таблички, самооценки, они присутствуют, начиная с пятого класса, то есть учащиеся к концу основной школы прекрасно могут отдавать себе отчет, до какой уровень они вышли. То есть вот этот контроль, он существует в виде самоконтроля. Естественно, он должен быть, потому что, вы помните, что тестовые задания у нас на уровне ВПР, на уровне ОГЭ, на уровне ЕГЭ, мы не выходим на уровень интерпретации, помните? То есть у нас нет такого, что мы с текстом работаем прямо на уровне третьего уровня, нет. Конечно, у нас там стабильные кемы, контрольно-измерительные материалы, которые у нас достаточно формализованные, которые носят тот характер оценочный. А вот как понять? То есть ребенок должен оценить, видите, по ВГОСу, что он читает с разной глубиной проникновения в содержание текста, текста разного вида, жанра и стиля. Конечно, тестовые задания стремимся, да, мы должны стремиться, что у нас задания должны быть сначала, где-то они там прочитали у них письмо, контролируются, где-то там что-то у них художественный текст, где-то научно-познавательный. Но, конечно, в цикле встречается вот это гораздо более расширенное, разнообразное количество текстов. И стиля, и размера, вы уже видели примеры. И вот ребенок, он смотрит и он оценивает. И даже вот вы посмотрите, вот два юнита я выбила, первый и шестой. И вы видите, что ребенок может понять, оценить себя, умею ли я читать, с пониманием основного содержания, а вы помните, да, у нас это по уровням, с пониманием полного прочитанного, с целью извлечения конкретной информации. Вот он на уровне первого юнита себя оценивает, то есть с чем он пришел, с каким багажом из начальной школы. И вот он на уровне шестого юнита себя опять же оценивает. А, не растерял ли я этот багаж? А может быть, я дальше продвинулся? То есть это мы все контролируем. И вы видите тексты разных жанров, видите? Вот они представлены. Конечно, я все не могу вывести. Вы можете посмотреть в рабочих тетрадях, да, вот эти табличечки. То есть каждый раз можно увидеть, какие жанры присутствуют в данном цикле. То есть видите, впечатление, то есть личное мнение, или какие-то истории коротенькие о путешествии. Если мы перейдем на уровень шестого класса, то вы видите опять же истории, шоппинг-лист, да, описание магазину. В седьмом классе статьи, истории о природе. Даже именно вы видите, текстовка наполняется. То есть содержание разное. То есть ребенок оценивает, как я справляюсь. А понимаю я информацию о природе, может быть, легче понять, чем мне какие-то оценочные суждения детей. Их сложнее понять. Видите, письма об экологических проблемах. И, конечно, мы не можем ввести огромный список каждый раз оценивания, понимания основного содержания и так далее. А выходят уже и другие моменты. То есть видите, когда мы понимаем вот эти связи, видите, с помощью союзов и союзных слов, то есть большое складывается из маленького. Мы оцениваемые, оцениваемые, фу, оцениваемые, господи, запуталось с утра еще, аппарат не разработался. То есть когда идет оценка у нас большого, то есть умение понимать, полное понимание прочитанного, то, конечно, оно связывается с мелкими умениями. Помните, большое на мелкий переход. Помните, уровни. Один уровень от другого зависит. То есть мы понимаем союзы, мы понимаем вот эти связки между предложениями. То есть у нас подчинительная там связь или сочинительная и так далее. Какое это отношение, причинно-следственная и так далее. То есть и это мы тоже должны учить, и это мы тоже должны контролировать. Но вот эти мелочи сконтролировать, конечно, очень сложно вывести. Конечно, в ПИЗе, понятно, там глобальный текст, глобальный тест. Текст большой, в нем разные умения прописаны. Каждый раз, даже они, когда контролируют, тоже смысловое чтение, каждый раз выходят какие-то грани. А мы вот эти грани, мы их контролируем на уровне вот этой самооценки. Обязательно мы их контролируем на уровне самооценки, потому что, конечно, тестовые вопросы построены так, что мы можем увидеть, понимает ли ребенок связи с помощью союзов или союзных слов. Но вот здесь вообще явно это все прописано. То есть вот это умение мы можем проконтролировать и понять, умеет ребенок это делать или нет. И если мы посмотрим, видите, восьмой класс, вот они, статьи, вот они, истории, вот они, структурные связи, хронологический порядок. Помните, что мы это тоже должны понимать. Девятый класс, видите, статьи, биографии, интервью. То есть жанр, количество жанров, жанров разнообразия, естественно, оно расширяется. А если мы видим на уровень старшей школы, то здесь уже очень и очень подробно. То есть все уровни присутствуют. То есть если вы просмотрите, видите, там уже уровень А1 вообще уже его нет. То есть уровень А2, Б1 и Б2. Помните, к которому нам нужно стремиться. Учащимся, потому что некоторые учащиеся, даже нам стандарт старшей школы говорит, что они выходят и на уровень Б2. И мы должны давать возможность детям выйти на этот уровень. То есть, видите, мы читаем простые тексты. Мы читаем статьи и доклады. И видите, помните уровень? Там написано Contemporary Literary Prose. То есть вот эту, да, у нас как бы художественную литературу, мы ее тоже уже выходим. То есть у нас уже непосредственно идет соотнесение с уровнем Б2 на уровне старшей школы. Обязательно мы должны выходить. Конечно, видите, они идут по нарастающей. Кто-то ребенок, он скажет, да, я достиг уже четвертого уровня, на уровне вот этого, а это у меня только первый уровень, я только частично понимаю. Но это мы должны оценивать, мы должны показывать ребенку динамику. И чем хорошо это? Что обязательно динамика должна быть у каждого ребенка. То есть каждый раз, выполняя после каждого цикла, их 8 штук в 10 классе и 8 штук в 11, оценивая себя, на какой уровень он выходит по чтению простых текстов, А2, до статей каких-то Б1 и до литературной прозы Б2. То есть он понимает, какая у него динамика. То есть он уже может проследить свою динамику, и вы, как учитель, можете проследить свою динамику, проконтролировать ее и продиагностировать трудности, которые возникают при выполнении этих заданий, потому что очень все подробно прописано. Или вот вы видите чтение. Вот, понимание основного содержания. По письме, да, у нас первый, второй, третий уровень, когда мы просто понимаем основное содержание. Или мы извлекаем информацию, видите, я могу найти ключевые слова, могу найти информацию и понять, да, что там есть. Или я выхожу на уровень третий, да, уже когда-то там, да, когда я могу, ну, второй уровень сначала, это я понимаю с детальным пониманием, когда я понимаю отношения внутри событий и текстовки. А на уровне уже третьем, да, я выхожу на извлечение культурагической информации и могу ее использовать, эту информацию, для интерпретации того, что заложено в тексте. То есть вы видите, на какой мы уровень выходим? Ну, мы должны на него выйти. Мы должны научить детей, и мы должны это проконтролировать и посмотреть, как мы на это выходим. Ну, и, естественно, контроль. Ну, контроль, вы понимаете, конечно, он у нас, можно даже сказать, меньше, чем он должен быть, потому что мы оцениваем средний уровень. Да, как бы, помните, у нас по ГОСу учащиеся должны достигнуть, ну, 65% достигли, да, ГОСа, значит, они как бы ознакомы, они освоили эту программу, основную программу образовательную. Конечно, кто-то выходит на более высокий уровень. Ну, вот мы контролируем. То есть на уровне четвертого класса, вы видите, вот они, вот количество заданий, количество вопросов, конечно, вот они разного уровня, заголовки. То есть мы выходим вот на эти два. Понимаем основное содержание и запрашиваем информацию. В пятом классе мы только, вот сейчас мы с вами посмотрим, только вот это умение читать с пониманием запрашиваем информации. Помните, да, что на каждом уровне у нас есть свои трудности. То есть это не значит, что если мы контролируем запрашиваем информацию, у нас один и тот же размер текста, одно и то же количество вопросов. Вы помните, что трудности каждый раз нарастают. Хотя вроде бы мы читаем с пониманием запрашиваемой нужной информации, но количество текстов, количество вопросов у нас увеличивается, сложность текста, абстрактность его увеличивается. То есть, видите, там было у нас просто пока true-false. Здесь у нас на уровне седьмого класса появляется уже вот этот момент not stated, который гораздо-гораздо сложнее для учащихся. Но вы помните уровень. Учащийся не может выйти на уровне пятого класса у вас not stated, он просто не поймет. И вот опять же уровень девятого класса. Тот же самый запрашиваем информацию, тот же самый true-false, not stated. Но понятно, что текст уже больше. Количество вопросов, вы видите, 11 их уже. То есть, их увеличивается количество вопросов. Это вы помните про те трудности, которые у нас есть. Трудность задания никто не отменяет. То есть, уровень задания вроде бы да, но трудность задания уже у нас другая. Вот он, он, девятый класс. Помните ПАВГОСУ умение читать? В том числе с пониманием структурно-смысловых связей. Вот он есть этот. Обратите внимание на структурно-смысловые связи, которые даже дети извлечь. Помните, у нас уже в седьмом классе было. Мы оценивали вот это умение понимать связи между частями предложения при помощи союзов, союзных слов. Вот оно здесь есть. Вот здесь мы это проверяем. Вот это мы оцениваем. Выходим на уровень оценки. Уровень десятого класса. Да, видите, уровень В1, В2. По ПИЗе мы выходим на третий уровень уже. Внимание прочитанного. Потому что если мы будем смотреть на вопросы, мы увидим, что там есть уже и отношение, и интерпретация. Того, что должно быть. То есть, мы понимаем и даже это все интерпретируем. И вот тоже показываю вам упражнение на понимание нужной запрашиваемой информации на уровне десятого класса структурно-смысловые связи. Если вы сравните его с предыдущим упражнением, когда мы оценивали эти связи на уровне девятого класса, то вы увидите, что в данном случае, если там были разнообразные грамматические структуры, союзы помогали нам сориентироваться, то здесь уже меньше помощи. Потому что у нас выпущены вот эти вот пропуски, нам нужно вставить relative clauses. То есть, видите, структурально, в принципе, уже подсказка менее. Нам нужно извлекать вот эти связи. Мы их должны обязательно увидеть. И хочу обратить ваше внимание на старшую школу. Как мы это все оцениваем. То есть, у нас присутствуют два тестовых урока. Урок в учебнике Test Yourself и урок в рабочей тетради Exam Preparation. Видите, с учебника связку, ссылку. Во-первых, это ссылка на self-assessment, который мы с вами уже смотрели. Помните, у нас уровень B1, B2, там был уже, когда мы можем понять, какой уровень текста мы читаем. Ну, если вы тут присмотрите, то увидите здесь разные виды речевой деятельности. Естественно, ну, мы с вами останавливались на чтении. А так, конечно, это по каждому уровню все есть. По уровням вот этим европейским, по уровням в ГОСовским, все-все расписано. По уровням в ПИЗовским, то есть все-все здесь есть. И, видите, есть ссылка на рабочую тетрадь. И, кстати, даже сейчас визуально вы можете увидеть, как мы оцениваем, как мы контролируем эти предметные результаты. Вы видите, текст для чтения, вот он, он вторым идет в учебнике, это текст формата multiple choice, то есть детальное понимание прочитанного. При этом, если мы посмотрим на текст в рабочей тетради, прочитаете там, да, то это понимание структурных смысловых связей, то есть извлечение конкретной информации. Чем это хорошо? То есть посмотрите, вот примерчик я привела на четырех циклов 10 класса. В учебнике, видите, да, у нас в первом цикле, на этом мы с вами смотрели четвертый цикл. Видите, понимание, полное понимание прочитано в учебнике, понимание запрашенной информации, структурно-смысловые связи в рабочей тетради, example preparation. Просмотрите, то есть видите, тексты формально, они не совпадают. То есть разные задачи представлены в учебнике и в рабочей тетради, в учебнике и в рабочей тетради, в учебнике и в рабочей тетради. Чем это хорошо? Помните у нас те таблички по самооценке, да, которые у нас были? Когда ребенок оценивал, на какой уровень он вышел, чтение литературной прозы или он пока еще вообще не справляется, оно у него на первом уровне, а статьи короткие он читает на четвертом уровне и все он соотносит, понимает основное содержание. Если ребенок, у вас, вы видите, справляется в первом цикле, он уже справляется во втором цикле, справляется, можно давать индивидуальные контрольные работы. Для этого мы диагностируем и контролируем вот это на начальных этапах, ну и на уровне основной школы и так далее. Но вдруг у нас в старшей школе произошла смена учтей, к вам пришли дети, которых вы не знаете. Вот вы их сначала оцениваете, но потом, а такая структура, она сохраняется и в одиннадцатом классе, вы можете индивидуально составлять контрольную работу. То есть ты, Петя, он еще не вышел в ребенок, он хотя бы понял вот эту запрашенную информацию или он только понимает основное содержание. Вы выстраиваете ему те задания, зачем он выходить на уровень третий, если он еще с первого не слез. Вы ему индивидуальную контрольную работу. То есть каждый раз он у вас читает, ну, например, вот запрашенную информацию. Здесь делает задание отсюда, если нет возможности делать и то, и то. И здесь он опять делает задание отсюда. И здесь он из рабочей тетради делает это задание. А кто-то у вас, Вася, он уже это прекрасно справляется, щелкает как орешки, как мы скажем. Значит, он у вас будет каждый раз выполнять задание с пониманием основного, полного понимания прочитанного. Когда выходим уже на уровень третий, когда мы с этим справляемся уже на другом уровне. То есть, да, последний у нас как бы слайд, сейчас буду отвечать на ваши вопросы, пишите свои вопросы в вкладке, и здесь я во вкладке вопросов. Читательские умения взаимозависимые. И, конечно, то есть тот учащийся, который у нас выходит на уровень и будет у вас читать всегда с пониманием, с полным пониманием прочитанного, это не значит, что он у вас вот от этого уровня уже ушел. Потому что у нас каждый уровень вышестоящий опирается на ниже стоящий уровень и на ниже стоящий уровень, потому что вы помните, что читательские умения, они взаимозависимы. И, конечно, когда мы выходим за рамки текста, когда мы используем его для решения различных задач, то, конечно, мы должны понять содержание. Сначала оценить вообще нам нужно его читать или нет, потом мы извлекаем, интерпретируем эту информацию, и потом мы уже используем его для выхода, для решения различных задач. То есть мы сходим на уровень вот этого функционально грамотного человека, по Леонсеву, да, вы помните, или выходим на уровень читательской грамотности. Ну, на шестой уровень не выйдем, и, понятное дело, здесь. Хотя кто-то и выйдет. То есть мы же не одни работаем над этими учащимися, с ними, точнее говоря, над развитием умений этих, потому что это мы все должны достигать. И над этим, над всем мы должны работать. Ну, здесь вы видите контакты, вы можете посмотреть, да, вы можете посмотреть на учебники, я думаю, уже там во вкладочке написано, да, презентация там лежит, вы можете ее использовать. Авторскому нашему коллективу вы можете задавать вопросы по электронной почте, в интернет-поддержке тоже вы участвуете, в издательстве там очень все хорошо представлено, то есть вы можете посмотреть и все найти. Ну, давайте я посмотрю на вкладочку «Вопросы», да, у нас, что там у нас представлено. А вы можете и здесь написать, да, вопросы, какие вас интересуют. Но здесь никто нам ничего не задал. Давайте, если у вас есть вопросы, пожалуйста, да, я могу на них ответить. Можете, ну, уже теперь, наверное, в чате подпишите, да, если какие-то вопросы у вас есть. Ну, презентация представлена, вы можете ее посмотреть, потому что, я думаю, информации тоже очень много, да, проконтролировать я не могу, что вы из нее извлекли, но я думаю, что повторно вы можете просмотреть ее, я думаю, это будет полезно, и даже использовать, да, эту информацию для, да, собственного, там, интерпретации, даже для работы с детьми. То есть вы можете посмотреть и оценить те упражнения с нового взгляда, то есть посмотреть. Может быть, вы никогда не обращали на это внимание, на эти упражнения, так как, что там в них, что там представлено, с какой целью это упражнение автор вам дает. А здесь вы, наверное, новыми глазами можете посмотреть. То есть не все так просто. Каждое упражнение, оно несет очень-очень много. Оно несет, вы видите, вот эти пласты, то есть каждое упражнение работает на вот эти уровни на разные, еще раз вам напоминаю, да, и на ПИЗу на три уровня, и на наш ГОС работает, на все-все уровни, на каждый текст, на каждое понимание, и на уровне европейский. Помните, цель у нас B1, да, лучше B2. Спасибо большое, вопросов не вижу. Ну, какие возникают, пишите, ответим. Да, 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 вижу знакомые лица, да. Наталья Грумман, да, пишет все. Спасибо большое, да, что присутствовали. Конечно, можете, да, 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 да. Отстает, отстает чтение, повторение. Ну да, каждый раз я говорю ничего совсем нового, естественно, это как повышение квалификации. То есть вы получаете информацию, вы ее знали, вы смотрите на нее с другой стороны. Как я, когда я готовлюсь к вебинару, я тоже смотрю с новой стороны. Спасибо большое, да, хорошего вам дня. Присоединяйтесь к другим коллегам, смотрите, познавайте, да. Угу, спасибо. Ну, сертификаты, да, наверное, там где-то они должны быть. Я думаю, да, они там уже где-то должны быть. Я думаю, что вы их получите уже, эти сертификаты. Угу. 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 Угу.